Очень много, очень много вещей в жизни Магнитогорска, где я бы не сказал, что присутствуют события, которые вам бы сказали, что все это хорошо. Почему? Мы говорим в данном конкретном случае о тех вещах для нашей постоянной жизни. Что касаемо нашей постоянной жизни? Или вы думаете, что я скажу, что все роскошно и красиво, в наших сетевиках я скажу, что там вообще просто делать нечего. То есть это сетевики, любые сетевики, которые очень много-много денег зарабатывают. И давайте все-таки определимся о качественности бытия. Если мы говорим, что качественность бытия в нормальных странах, она немножко дешевле в разы, то только по одной простой причине. Там этим делом люди занимаются с большим удовольствием и с меньшей наглостью воровства своего. А вот у нас с этим делом-то все сложно. Не воруя, ты не станешь сверхбыстрым и красивым. Это наше правило, российское. Но сегодня мы говорим о тех вещах, которые вам не делают никоим образом вашего обмана. Мы говорим о честности. Так вот, мы говорим о честности на фоне одного из самых лучших и очаровательных удовольствий в качестве именно Верхнеуральского пивного завода. Там все честно, там все реально честно. Это для того, чтобы люди поняли, что здесь не обманывают. Сегодня наш разговор про честности. Так, мы говорим про честность, да? Давайте все-таки определимся, почему эта честность есть у нас в городе Манитогорске. Таких людей не так уж и много, реально честных, которые не будут вас обманывать в природе своей, потому что... А потому что этого и не нужно делать, вас обманывать в природе своей, потому что мы должны вам показать удовольствие. А удовольствие оно было, но оно немножко развалилось после того, как Советский Союз рассыпался, да? И уже потом уже другая контора, забрав сам Верхнеуральский пивной завод, сделала так, что его просто развалили по самые кривые помидоры. Но появился другой человек, директор этого заведения, который сказал, а нет, ребята, мы не будем вас обманывать, мы будем по-честному работать. И они сделали это дело с той же самой точки. Вы, в принципе, все это делать сможете легко посмотреть. Ютью, Пчелейкин, Алексей, посмотрите, лучшее в мире Верхнеуральское пиво. В данном конкретно ситуации я вам показываю и то место, где оно производится, и качество. И вот внимательно посмотрите, да, вода именно оттуда, откуда ее в свое время сделал один очень хороший товарищ, из названия жизни у него раньше-то была немножко в другом государстве, но тем не менее он остался жить в Верхнеуральске, он там был похоронен, он сделал качественное удовольствие. И, к слову, этим удовольствием питались не только российские, советские товарищи. Нет, 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 нет. В свое время этим удовольствием питался наш замечательный товарищ, который, к сожалению, вместо того, что просто уехать, его казнили. Да, 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 да. Николай II проезжал, именно он был в Верхнеуральске, именно после Верхнеуральского он проезжал в Станицу Магнитную. Или вы думаете, что что-то немножко поменялось? Нет, ничего не поменялось, просто качество, оно как было, так и осталось. И в то самое время, давайте все-таки определимся, чем то самое время перетекло в Советский Союз и там, и там, и там, вас не сильно обманывали с точки зрения продуктов питания. Уже сегодня и сейчас в Российской Федерации все это идет жесткий обман по самые кривые помидоры. Если вы будете что-то хотеть попробовать оного, вы это вряд ли возьмете в другой структуре. Этого не получится, потому что вы не получите, вы будете пить полное говно, полнейшее говно, которое продается в любом сетевике. Потому что это ваша жизнь, а мы не хотим этого делать. Вообще Верхнеуральское пиво расположено для того, чтобы вы пиво пили качественное и честное. Так вот, одна из этих точек располагается прямо за моей спиной, вот где все эти документы. В смысле, сейчас 3 секундочки. Видите, я просто молчу, потому что люди сюда ходят, потому что у них есть понятие честности, а честность только здесь. Одно из подразделений находится на Комсомольской 25, зайдите и проверьте, здесь все чесноком. Что же нам нужно? Мы хотели про честность, да, про честность, мы сегодня говорим про честность. Понимаете, мы вчера, мы вчера смотрели нашу финальную часть. Огромное спасибо замечательной команде Металлург Магнитогорск, которая сделала то, что не сделала ни одна еще хоккейная команда сборной страны под названием Российская Федерация. Да, первый раз в лохмоте, ну, других вариантов нет, но так, чтобы 4-0, это еще надо было сильно-сильно постараться. Огромное спасибо, естественно, Виктору Филипповичу Рашникову, потому что ему 75 лет, и это очень, это лучшая помощь и лучшее удовольствие, которое это все было сделано. Но, почему мы говорим про честность, да, мы также можем смотреть, есть трансляция спортивных матчей, она и здесь, дело было, я хочу проверить, естественно, сейчас проверю. И наверняка мне скажут, что они сидели и ждали, потому что мы выиграли, и это правильно было сделано. Но возникает вопрос честности. Понимаете, я противник того, что вы, игроки хоккейной команды, да даже не то, что игроки, даже болельщики, вы не можете попробовать это качественное пиво. А где? Варенье Металлург, но неужели сложно, неужели сложно товарищам, которые занимаются, просто пригласить? И тогда, и тогда вы просто поймете, и после этого честные товарищи скажут, лучшего пива, чем Верхнеуральского, нету в природе своей. А, вот такая она честность у нас. Честность не только в отношении к вам, как к лучшим специалистам, потому что я знаю, что Магнитогорск любит качественное пиво, любит и обожжавывает, обожжевывает, оба-аба-аба-аба-аба, это просто удовольствие. Слава тебе, Господи, что Верхнеуральское пиво вернулось на круги своя. Да-да-да-да-да, и это не первый год, естественно. Если вы сильно-сильно хотите посмотреть, залезьте, пожалуйста, Члекин Алексей, Советский Союз. У меня ресторан такой был, и тогда, 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 я вам тогда говорил, какое пиво надо было пить. И ничего не поменялось, кстати. А почему это не поменялось? А потому что, вот мы про качество будем говорить, да? Я просто там был, я посмотрел на тех специалистов, я посмотрел, как все это дело готовится. Изумительный вариант, чистота, неимоверная. И все это дело работает. И вы думаете, что все это сегодня и сейчас? Вам что-то туда добавили? Нет, ничего вам там не добавляют. Идет хороший качественный сок, который варится при определенной температуре. Это все тяжелая, сложная процедура. А потом еще туда добавляются дрожжи, которые там же настаиваются. А потом все это дело еще 27 или большее количество дней настраивается. И уже после этого вы его пьете. Это честность. Честность, честность и честность бытия. И давайте все-таки определимся, что мы живем, в смысле, мы делаем это дело для того, чтобы вы отсюда уходили. Я здесь вижу моих любимых товарищей. Их много, естественно. Вы думаете, сейчас нет моих товарищей? Их много, их решительности много. Они понимают качество. Я не вижу здесь ни одного человека красного. Я не вижу здесь ни одного человека дебильного. Я не вижу здесь. И вы это дело не сможете увидеть. А чтобы вы это дело проверили, есть YouTube. Посмотрите, в Верхнеуральское пиво очень много людей, которые вам говорят и говорят правду. Потому что это лучший вариант и лучшее качество. И не только я вам про это говорю. Посмотрите внимательно, это несложно. Еще раз говорю, каждый раз, если я сюда прихожу, если я сюда прихожу, для меня всегда есть новинки, новости. Красивые, кстати. Но про эти новости я сейчас ничего не буду говорить. Но тем не менее, есть такая возможность сделать вкусноту. из пива. Это и есть такая возможность. Но ничего не буду говорить. А еще маленький нюанс. Не то, что нюанс. Вы знаете, вы когда приходите сюда, где-то? Это, естественно, Комсомольская 25. Это, естественно, Вавилон. Это Карла Маркса 204. И сюда. И вы должны послушать. И вы наверняка узнаете, и почему вы не доезжаете, что здесь присутствуют холодильники. Не доезжаете? Честно. Я расскажу честно. И вот этой чесноты у вас не будет ни в одной структуре, в которой вы потом берете пиво. Знаете, почему? Потому что при охлаждении этого продукта оно продлевает срок своей годности. А вы покупаете какое пиво? Оно просто теплое. Заливается через газ, естественно. И давайте все-таки определимся. Если это пиво хорошее, а оно должно быть качественным или нефильтрованным. И еще оно должно... Как будем вам сказать-то? Если уж что-то совсем случится, вы возьмете реально просто кружку пива. Или бокал пива, и ради прикола, просто ради своих мозгов они у вас должны быть, поставьте эту штуку дома при комнатной температуре примерно на 7 дней. И вот через 7 дней вы поймете, что это качественное пиво. Оно уже будет никаким, потому что это делается с мозгами. При температуре свыше 25 градусов уже начинает оно очень сильно закисать. Окей, а ради прикола возьмите одновременно с этим другое пиво, которое прозрачное такое, набороченное, чистое-чистое. Просто смотришь на него и видишь, что в другом доме стоит. Проверьте, если оно будет в нормальном состоянии, то вот вам сюжет. Кто вам дает полнейшее говно? Так вот полнейшее вам говно дает тот, кто продает такое чистое, типа нефильтрованное пиво. К сожалению, к огромному сожалению, в городе Магнитогорске есть и такие товарищи. По одной простой причине, я вам еще раз объясняю, пиво не может храниться при комнатной температуре больше 7 дней. А если оно будет храниться при комнатной температуре больше 7 дней, то что это такое? Это просто вкусовые добавки и спирт. Вам это нужно? Нет. Вам это не нужно. Честно? Честностью мы сегодня с вами и говорим о честноте грамотного лучшего в мире верхнеуральского пива. Вы знаете, много весьма интересных вещей я вижу. Честно? Честно. Если бы я вам все рассказал, это была бы другая история, но и не собираюсь пока это делать. Потому что наша жизнь имеет свой интересный окрас. Но в данном случае мы говорим про честность наш в человеческом. Определившись с количеством магазинов, определившись с количеством аптек, определившись с количеством тех, кто нам продает рыбу, мясо и все остальное. Вы знаете, честности-то нет в природе своей. Нет и все. Вас реально на всем обманывают. Вам продают свинину и это наценка даже не 25 процентов. Уж поверьте мне. То есть оптовая цена свинины, она всего там 110-18 рублей. Туша. Туша. А вы ее продаете и покупаете за 340 рублей. То есть кто на вас имеет деньгов, то так и есть. Я понятия не имею, что там с курицей произошло, с чего-то на таких денег воткнулось. Это для меня тоже вопрос. Я не понимаю о других вещах, которые тоже ценники взлетают по самые кривые никудыси. Сложности все это дело. Сложности. Я уже не буду говорить про алкоголь, которого нет в природе своей. Да-да-да. Но в этой ситуации вы живете. В этой ситуации живут те, кто знает качество. Знает качество и знает правоту. Знает целеустремленность. И в принципе, когда мы говорим про цену вопроса верхнеуральского пива, она абсолютно нормальная и ровная. Без всяких тараканов и косяков. Они все готовят для вас. И постоянно это делают. И без всяких выродских условий. Потому что такого нету. То есть идет четкая работа. Четкая работа, по которой вы можете судить на следующий день. После того, как выпили этого дивного пива. Просто попробуйте ради прикола. Ради прикола вы можете приехать прямо сюда. На пересечении улицы 50 лет Магнитке и Советской. Рядышком с тройкой это замечательное пивко. Можете попробовать. Попробуйте его. Получите удовольствие. А вы уже утром скажете, был я прав или не прав. Но если я был бы прав. Посоветуйте эту событийность своим друзьям. Вы можете это делать? Проверьте. Просто зайдите и попробуйте. А потом оцените это качество. И то качество, которое вы реально покупаете. И цена просто будет примерно одинаковая.